Праздник, который сегодня называется День защитника Отечества, учредили в 1922 году как годовщину основания Красной Армии. История военных на Дальнем Востоке гораздо длиннее и связана с освоением этого края. Как проходила военная служба на Амуре в 19 веке, расскажет Наталья Смоленинова. Хабаровск, как и большинство городов Дальнего Востока, был основан военными. Именно офицеры, казаки и солдаты стали первыми жителями и первостроителями. И хотя в целом освоение Преамурия проходило в относительно мирной обстановке, несение службы здесь в ту эпоху однозначно можно назвать примером мужества. После подписания Айгуньского договора в 1858 году перед Российской империей стояла задача закрепиться на Дальнем Востоке. И сюда начали отправлять военных. Путь занимал больше года. Добирались либо морем, огибая Африку и пол Евразии, либо сплавляясь на плотах по рекам Сибири. В тайге солдаты и казаки строили города и пытались выжить. Долгое время, кстати, казачество здесь было в очень тяжелых условиях. Не все помнят, что первое казачество у нас было пешим, поскольку лошади просто не выживали. Солдаты оказались крепче лошадей. Они привыкли к жизни в окружении тайги, гнуса, диких животных, приспособились к перебоям в снабжении, когда не хватало провианта, лекарств и одежды. Но самое главное не хватало женщин. И вопрос решали по-военному. Когда в один ряд выстраивались солдаты, которых служба была 25 лет, и чаще всего они были выходцы из крестьянского сословия. Их отражанки. И кто оказывался напротив друг друга, проходил священник, венчал. Это были самые прочные браки. Если солдаты ехали на Дальний Восток, подчиняясь приказу, то офицеры зачастую добровольно выбирали местом службы при Амуре. Здесь им обещали повышенное жалование, быстрое продвижение по службе и хорошую пенсию. И многие, особенно молодые офицеры, загорались интересом к неизведанному краю. Среди них был Алексей Бутберг. Сначала он служил при штабе в Хабаровске, а затем командовал Владивостокской крепостью. И оставил о своей службе увлекательные воспоминания. Здесь он описывает, как добирался до места службы. Сначала он прибыл во Владивосток на корабле. Затем требовалось добраться до Хабаровска. Сегодня это час на самолете, а тогда две недели пешком по таежной дороге. Кстати, тоже была зима. Во время пути на него напали китайские бандиты, хунхузы. Он чуть не умер с голоду и чуть не замерз до смерти, обморозив себе конечности. И это были только первые две недели службы на Дальнем Востоке. Несмотря на все трудности, именно образованные офицеры создавали первые очаги культурной жизни. Они играли в любительском театре, преподавали в школах, основали географическое общество, библиотеку и первый музей в городе. Так, в мирных условиях офицеры и солдаты Преамурья защищали интересы Отечества на Дальнем Востоке. Наталья Смоленинова, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».